К Алиюнин Хавасу и говорит, я видел сон, и такой сон, как я грех совершаю. И потом Алиюнин Хавасу он говорит, и мне кажется, что у меня иман слабый. Так я подозревать начал себя, я сейчас в печали. Оттуда что понимается? Что он думал, что у него иман сильный, правильно же? Раз он жалуется, неужели у меня иман слабый? Алиюнин Хавасу говорит, а неужели ты думал, что у тебя иман крепкий такой? Откуда такая уверенность, что у тебя такой сильный иман? Вот человек переоценил себя. Другой человек подходит ко мне на днях однажды и говорит, мы группу создали, где туда отчеты отправляем определенных айбадатов. Вот какой-то айбадат сделал, и каждый человек в группу скидывает, я сделал, я сделал. До тех пор, пока этой группы не было, я мог пропустить. Это желательный момент, то, что он делает. А теперь, когда группа есть, как бы для отчета, я вот та галочка отправляю туда, я, говорят, делать начал. Вопрос, говорят, у меня такой, я, получается, говорить, это сейчас не ради Аллаха же делаю, а ради того, чтобы галочку туда отправить. Там, ради отчета. Я говорю, у тебя вообще как ты думаешь, что он не будет в жизни, это действительно хоть один раз ради Аллаха было, да? Вот мы же люди вообще такие интересные. Мы что-то делаем, и мы думаем, что мы ради Аллаха, у нас такой уровень, что мы можем чистое намерение делать. Намерение, это же то, что в сердечном состоянии. Мы вчера разговаривали об этом. Вот человек в намазе, человеку в поклонении думает о том, о чем он думал вне поклонения. В намазе, на самом деле, мы понимаем, вот мы ради Аллаха говорим, Аллаху Акбару, такие моменты бывают, мысли приходят, там, об Аллахе и так далее. А так весь намаз, в основном, человек же непроизвольно о своих проблемах, туда отвлекается, сюда отвлекается, он же уходит. Только из-за того, что человек вне намаза, он себя не готовил. А в момент... Вот Ба Сааду Хаджису Мухаммад Афанда Кудисуру говорил, все эти поклонения, зикру, другие, все-все вещи, только для того, для одного, чтобы мы нормально намаз могли совершить. Это все поклонения являются слугами намаза. Чтобы вот зикру делаем, что-то делаем, потом, чтобы в намазе, в момент, когда мы со Всевышним Аллахом разговариваем, чтобы у нас уже все, мы не задумываясь автоматически на связи со Всевышним Аллахом были. Если, к примеру, нет такого внутреннего состояния, человек как бы ни пытался, у него же это сделать не получится. Вот так же намерение, когда человек говорит, я намереваюсь ради Аллаха кушать, например. «Бисмилляху рахману рахим» с именем Аллаха говорит. Для чего это говорится? С именем Аллаха, чтобы с именем Аллаха еда в течение всей еды, чтобы он об Аллахе думал. Когда человек к своей жене приближается для супружеского долга, желательно же дуа давать, на лоб руку ставить и говорить «Бисмиллях, Аллаху ма, инне аудоби каминалджу». Аллаху ма. Сейчас забыл эту дуа. В общем, «О, Аллах, сохрани от Шайданна и сохрани от Шайданна наше потомство». Такая дуа бывает определенная. Вот для чего вот эта дуа делается? Даже в момент супружеского долга. Для того, чтобы мы об Аллахе не забывали. Чтобы мы понимали это все состояние, это все моменты, Всевышний Аллах их дарует. Это не от того, что там из-за этого момента, а вот сам Всевышний Аллах, он дарует состояние и удел, и ризк, и все Аллах дает, и потомство, и так далее. Если человек, например, в начале говорит «Бисмилляху, рахману, рахиму», нам во время, ну, перед тем, как покушать, потом забывает об Аллахе, много пользы же особо не бывает. Вот поэтому вот внутреннее состояние, оно должно быть. Вот человек, если он ради Аллаха не живет, он ради Аллаха делает что-то не может вообще. Вот такое правило, такое есть. Поэтому себя переоценивать не нужно. Поэтому Пророк, салу лау ассаляму, говорит, самая, говорит, лучшая дуа, которую человек может делать, это говорит, чтобы «Аллахума инни ассалюка аль-Афва ва аль-Афията ва аль-Муафата фид-Динни ва дуни ва ахира». «Аллахума инни ассалюка аль-Афията фид-Динни ва ахира». Ну, по-разному есть такие вот. Это формула дуа. «О, Аллах, я прошу у Тебя защиты от проблем этого мира и того света». Что означает от проблем? От духовных проблем и от телесных проблем. Не возлагай на меня то, что мне не под силу. Вот все те люди, которые аль-Афиатом занимались, и они долго не смогли продолжать, не выдержали, сломались, они сломались только от того, что себя переоценили. От того, что они определенное время в мечеть ходили и так далее, они подумали, что они уже такие крепкие люди, дальше уже они сами без Всевышнего Аллаха справятся. Забыл первый момент, когда Всевышний Аллах из такого плохого состояния, когда Аллах нас перевел в хорошее состояние, вот этот момент, кто будет всегда помнить, у него проблем не будет. А тот человек, который забыл этот момент, немного аль-Афиатом начал заниматься, он уже думает, что он сам дальше будет делать. И он говорит, что Адар Аллаха тоже выдержит любую проблему, он болеет, он дуа даже не делает, он не лечится. И вот он потом долго его не хватает. Спится человек может. Вот много из таких случаев. Поэтому себя переоценивать не нужно. Это самое такое худшее состояние. Даже имам Шафир, ради Аллаха, говорит, тот, кто переоценит свой уровень, Аллах его вернет, говорит, на свое место. Кто думает, что он такой праведный человек в обществе, например, он думает, вот я же такой хороший человек, Аллах его опозорит. Какую-то обстановку создаст Аллах, что он потом подумает, лучше бы я так не думал, что я такой человек. И духовные, и любые другие моменты. Дай Аллах нам понимание, чтобы мы только на Аллаха полагались. А как можно на Аллаха полагаться, которого не видели? Только зигву делая. Познавая Аллаха, очищая свое сердце. Вот так. Потом это все, что мы говорим, это автоматом будет. Там думать даже нам не придется. Сейчас просто теория, для того, чтобы мы понимали, что мы далеко не соответствуем Курану и Сунне. Что мы очень слабые люди. Вот все, что здесь говорится, это не для того, чтобы там кого-то упрекнуть, для того, чтобы у человека там отчаяние было. А тогда что у меня хорошая жизнь есть? Это такие вот, такой характер у холериков бывает. Ой, там что, что там, все, я умру там и так далее. Там весь мир там этот, как будто закончился для него. Это мужчине же не подходит. Узнал что-то такое. Как мне эту проблему решить? Вот человек, например, говорит, дома у меня там проблема, там урожай не получился. И все. Сидит, ноет, не зарабатывает. Так же не должен машину себя везти. Он должен выйти, другой доходы искать. Он семью обязан кормить. Вот то же самое. Мы, когда ибадат что-то неправильно делаем, мы должны смотреть, искать, как нам проблему решить. Приходите, спрашивайте. Отдельно будем разговоры, будем проблему решать. И все, проблем не будет, иншаларахман. Ваше имя. Ваше имя. Ваше имя. Ваше имя.